В 2017 году в Ленинском районе строительная техника поработала на территории 30 дворов. В 2018 году работа будет продолжена. На этот раз решение о том, какие именно дворовые территории требуют ремонта, принимали всем миром. Перечень составляет 15 дворовых территорий, как и нам предписывает Министерство ЖКХ, 10% от существующих дворовых территорий, от общего количества. В него вошли дворовые территории, за которые жители проголосовали на портале Добродел, и которые были ранее заявлены администрациями по обращениям жителей, которые писались в администрации президенту-губернатору, сформирован общий перечень и добавлен уже непосредственно предложениями от администрации Ленинского муниципального района. Таким образом, 50% списка сформировано по итогам голосования граждан на портале Добродел, остальные 50% по обращениям жителей в различные государственные структуры. В списке адреса в Видном, в сельском поселении Развилковское и в городском поселении Горки-Ленинске. Вот один из адресов на заводской. Машины припаркованы где попало, скамеек нет, детские площадки мечта. Эти уютные улочки создают ту атмосферу, ради которой жители Видного и любят свой город. Но благоустройства в привычном понимании этого слова здесь нет. Все, что мы видим, это небольшое ограждение вдоль дорог, да и то не везде. И вот это тушилка для белья, оставшаяся с советских времен. В комиссии, которая утверждала список дворов, принимали участие главы поселений и представители муниципальных служб Ленинского района. По некоторым адресам уже выезжали сотрудники администрации, депутаты и общественники, чтобы лично осмотреть фронт предстоящих работ и узнать, чего хотят граждане. С учетом их пожеланий вывели те как раз такие элементы, которым им недостаточно. Чаще всего это были дополнительные детские площадки, организации каких-то зон отдыха, установок дополнительных лавочек, урн, которые так сейчас являются обязательными элементами благоустройства. С их пожеланиями сейчас в настоящее время будем начинать уже разрабатывать схемы, чтобы в дальнейшем выйти уже на их утверждение для реализации. А пожеланий у жителей действительно хватает. Еще один двор из списка будущего благоустройства рядом с домом номер 28 на улице Советской. Довольно большая территория абсолютно пуста. Когда-то здесь была детская площадка, но со временем обветшала и ее демонтировали. Состояние двора жители не радуют, особенно когда есть с чем сравнивать. У нас очень много детишек, очень много, и бабушки вот особенно хотят, чтобы были. У нас площадки детские, и мамочки хотят. Ну еще и лавочки хорошо бы. И лавочки бы хорошо бы, фонари вообще хорошо бы. Но я вот прошла вчера за 32-м домом, так приятно сделали, заборы очень красивые, хотя и нам такие же заборы обещали. Ждать обещанного жителям этого и многих других домов остается недолго. В настоящее время ждем подтверждения финансирования в бюджете, то есть сейчас сформирован только проект, как только он будет утвержден, будем уже изначально знать, какие финансовые средства открыты для реализации этих мероприятий. Как и в 2017 году, работы по благоустройству планируется начать весной и полностью закончить к сентябрю 2018 года. Максим Козлов, Алексей Руднев, Сергей Ларин, Видное ТВ. Спасибо. Спасибо.